здравствуйте друзья для тех кто соскучился за герпесом адольфовичем пожалуйста посмотрите как он вступается за клиента банка я надеюсь у вас настроение от этого ролика повысится на мой взгляд это очень неплохой троллинг но насколько хороший герпес адольфович настолько же и скажем так смешно вот это вот сотрудница неудачница неудачница по жизни так внимание слушаем здравствуйте да здрасте я любимого анастасия владимировна подскажите пожалуйста могу переговорить марина михайловна любимого анастасия владимировна по какому вопросу представляю интересы павла сбербанка хотелось бы лично с марией михайловной обсудить дамо михайловна сейчас вышла в гастроном я ее двоюродный брат зовут меня герпес адольфович я ее интересы представляю так как она оставила мне доверенности готова скажем так делегировать мне права общения специально приехал с другого города какие вопросы у вас с удовольствием данные вопросы обговорю но в таком случае мне нужно каким образом она именно подтверждает то что вы представляете ее интересы есть документ это подтверждаю что моя на самом деле сейчас если вы ничего не забыли вы позвонили на телефон моей сестры я все прекрасно понимаю пожалуйста я закончу мысль потом дам вам бы сказаться договорились и тогда у нас получится конструктивный диалог и ни в коем случае не пытайтесь говорить со мной в параллель и так я приехал своей сестре специально по ее просьбе чтобы помочь с ее кредитными вот этими долгами но прежде чем я буду предпринимать какие-то действия я должен разобраться выяснить кто сколько и зачем и кстати говоря почему и на каких законных основаниях с ней входит в коммуникации то есть требует с нее деньги может быть это требование законное а может быть и незаконное в данном конкретном случае из-за того что вы мне позвонили я вынужден идентифицировать вас как персону принадлежащую сбербанку и так еще раз головной офис сбербанка по какому адресу находится во-первых я не сказала что я представитель непосредственно какого-то из сбербанка это раз я сказала представляем интересный сбербанк таксмарк банальный да это два каким у вас что это настолько сильно беспокоит потому что человек нездоровый не может вот так вот буквально корректно выражаться и утверждая в начале разговора что он сбербанка тут же сейчас отрицает данный конкретный факт то есть вы не я не знаю вы бы тогда либо внимательно нужно я сказала представляем интересы паузбербанк тогда представьте в любой организации вы организация как называется актив бизнес коллекция актив бизнес коллекция сейчас я подождите посмотрю документы моей сестре она она мне все приготовила и есть ли у нее какие-нибудь отношения с актив бизнес коллекция так сейчас 4 договора с кредитными учреждениями ни одного из них как это актив бизнес коллекция и так барышня на каком основании вы совершаете звонки моей сестре я еще раз вам скажу так как вы мне ранее не дали этого сделать вы представляете наша компания организация будет вести с вами диалог и объяснить вам на каких действительно основаниях законные они или нет или как вы уже посчитаете там на самом деле для себя нужно единственное нам чтобы вы предоставили мы же сейчас ничего плохого друг с другом не делаем зачем вы заикаетесь и не можете собраться с мыслями говорите нормально вы же наверно понимаете что такое конструктивный делок вы сейчас начнете делать акцент на том что человек простужен и я поздравляю вас если с вами никогда такого не бывает я сейчас хочу сделать хочу поставить акцент и жирную черту над вашим точнее под вашим лицом вы просили меня вас не переделать а сами вы не можете этого не делать дело в том что вы мне позвонили душа моя и я в праве задавать разговора на ваш номер телефона вы вторглись в пространство моей жены это именно ваш номер телефона какая вам разница к чертовой марине как это вы говорите что я звонила на ваш номер телефона данный номер телефона будет записан как контакт марине михаулович но он оформлен на меня но оставлен то он был ей как ее контакт это она сделала еще раз повторяю сим-карта оформлена на меня вообще в этом доме у моей сестры все оформлено на меня и я слежу полностью за финансовыми вообще делами моей сестры и всех моих родственников я старший в этой семье так если у вас только прав что он стоит предоставить документы с вами дальше уже будет тот вопрос вопрос к кому я уже сказала вам. Я назвала вам организацию на каких основаниях она действует больше я никакую информацию сейчас вы просто швыгали носом и не говорили на каких основаниях она действует будьте честны ну что теперь ну потому что я должен понимать на каких законных основаниях действует вот этот ваш актив бизнес коллекшн Я вам не могу никакой информации дать, не знаю, я тоже не могу вас видеть. О чем конфиденциальность этой информации? Просто сказать, допустим, на основании номера договора такого-то там, на основании какой-то статьи и так далее. Я не знаю, кто вы. Если бы я позвонила Марине Хаме, она бы это спросила, я бы ей сказала. Одну секунду. Я вот не знаю, я сейчас у меня беседую. Вы звоните на чужой номер телефона и даже не можете... Который указан как контакт. Да, да, и даже не можете совершенно отчетливо представиться. Потому что я не знаю, кто вы конкретно. А нахрена, извините за выражение, вы звоните куда попало, не зная кому. У вас все нормально с головой? Лично у меня все отлично. Ага, это вам так кажется. Да? Вас жестоко обманули. Действительно. Все больше и больше увездаются. А вы всегда обговариваете так. Звонки в любом случае будут повторяться, и вам будут говорить то же самое. То есть у вас там целая компания, как вы сказали, гоп-компания, да? С борющей непуганных идиотов, с насморком и гайморитом, непрофессионалом. А почему вы сейчас говорите о моем постоянном здоровье? Потому что мне очень хочется. Я все больше и больше становлюсь убежденным в том, что нарушение вашего здоровья не только насморком заканчивается. И вам очень, я думаю так, добрый совет, обратитесь к психиатру. О, я вам тоже сама могу посоветовать. Ну это конечно. И ты ими, что тогда, наверное, чтобы вам тогда объяснить. Вы мне можете посоветовать из того, что я вам не советую. Свои мысли у вас какие-нибудь есть? Всего доброго вам. Я с вами лично дальше беседу. Продолжать не буду. Это хорошее дело. Вы сделаетесь. Да, ну вот так, друзья. Понятно, что вам понравился наверняка вот этот разнос, который Герпес Адольфович учинил этой дурочке из Active Business Collection. Ну а если серьезно, если серьезно, то такие вот комические сюжеты, они часто на нашем канале. Кто недавно оказался здесь, подписывайтесь и плейлист про Герпеса Адольфовича к вашим услугам регулярно публикуем шедевры от него и не только от него. Ну и поэтому категорически вам рекомендую подписаться на наш канал. Помимо комичности мы действительно несем полезную информацию для всех, для любого и каждого. И, само собой, можем уже и в формате юридической помощи вам помочь. Что и как мы для вас можем сделать, если вы хотите избавиться от долгов, если вы хотите жить спокойно, свободно, вы можете узнать, пройдя по ссылке в описании этого, либо любого другого ролика на наш сайт. На сайте выложена видеопрезентация, как устроена работа наших специалистов, кредитных юристов компании Алиан. Посмотрите, и если вам нужно, ставьте заявку, и мы вам позвоним, и все-все-все для вас сделаем то, что в наших силах. Ну, с вас лайк, само собой, подписка на наш канал, репост в соцсетях, если нетрудно. Ну, и, конечно же, не забывайте о группе ВКонтакте, о нашей, ссылочка на нее в описании этого ролика, вступайте, там все наши ролики дублируются. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алиан. Всего вам хорошего, друзья мои, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»